Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и сегодня у нас мукбанг. Я еле настроила этот желтый свет. На улице такое ощущение, что время 6, хотя на самом деле время всего-то 9. Солнышко не выглядывает, на улице дождик. Знаете, такая пасмурная погода и в такой момент хочется снять для вас какой-то мукбанг. Я пожарила крылышки. Здесь у нас вермишель. Очень вкусные помидорки маминого производства, так скажем. Я не люблю покупные, в том плане, что добавляют очень много уксуса. И здесь йогурт-растишка. Обычно я всегда йогурт оставляю напоследок, но сегодня мне хочется начать с него. Я бы с удовольствием это облизала, но, пожалуй, не буду это делать, а точнее сделаю это за кадром. Растишка, чтобы я выросла. Огромное спасибо вам за прекрасный комментарий под влогом. Я знала, что этот влог вам понравится. Влог с дня рождения. Как мы круто отдохнули. Как мы круто повеселились. Люблю я такие искренние компании. Причем, знаете, все бескомплексные. Все поют, все танцуют. Не думают о том, что... Как-то я плохо получусь. Я тоже очень круто отдохнула. Вообще, я обожаю проводить время с родственниками. Некоторые там пишут в комментариях, что мне так не повезло с родственниками и так далее. В моем случае, мне кажется, наоборот. Мне очень повезло с родственниками. Уже остыло, прикиньте. Короче, кто смотрел влог, тот наверняка видел, что мы заказали прихожую. Если честно, мы будем не очень довольны прихожей. В том плане, что мы заказывали немножко по-другому. Ручки не соответствовали тому, что мы хотели. Причем... Мне сказали, что если таких ручек мы не найдем, варианты, которые у нас есть, мы вам отправим по WhatsApp и вы выберите, какие ручки вам подходят больше. Если мы не найдем такие ручки, которые хотите вы. И они вроде ничего не написали, но причем очень быстро все сделали. Я думала, наверняка нашли. Потом, когда привезли мебель, я смотрю, что совершенно другие ручки стоят. На свой вкус они поставили. Вкус у них неплохой, но я хотела немножко по-другому, конечно же. Когда я сказала, что... Помните, мы с вами говорили, и вы сказали, что вы поставите эти ручки, которые хочу я. Он сказал, что таких ручек не было. Но я поставила, какие были. Вопрос со светом остается открытым. Свет, конечно, это нечто. Я такое реально вижу впервые. Но мы, кстати, не заплатили деньги. Мы это сделали специально, чтобы они закрыли этот вопрос быстрее. Вечные такие моментики, когда заказываешь мебель. Лучше, конечно, брать уже готовые варианты в магазинах. Выбрать, например. Ты уже видишь, как это смотрится. В случае нашей прихожей даже вот цвета я представляла себе немножко по-другому. Поэтому, чем заказывать мебель на заказ, на мой взгляд, лучше пойти в магазин, выбрать, купить. Но вы знаете, вот наши претензии, они были обоснованные. И дизайнер, который брал у нас мерки, он совсем соглашался. То есть я говорила, вот ручки мы с вами обговаривали не такие. И он такой сразу, да, я согласен с вами, поменяем. То есть не было такого, что, ой, нет, разговор был не так, что вы врете. Вот такого не было абсолютно. Когда люди, признают свои ошибки, это всегда хорошо. В такие моменты тебе тоже хочется уступить. если бы он мне сказал, что нет, такого разговора не было между нами, то у меня была бы другая реакция. не могу сказать, что прихожая выглядит убога. Многие написали в комментариях, я согласна с вами, что обои не сочетаются. Я маме предложила поменять обои в коридоре. Мама говорит, не сейчас. А обои здесь надо поменять так-то. ремонт мы делали ровно 10 лет назад, когда купили эту квартиру. Я еще тогда в школе училась. И, понятное дело, что-то где-то отклеивается. Да даже если не отклеивается, уже не актуально. Уже сейчас модно, когда квартира в каких-то светлых оттенках. Я бы, например, в нашу прихожую с удовольствием бы приклеила какие-то серые обои или белые. Но обязательно без этих ляпистых цветочков. У гостиной надо поменять обязательно диван. Столько планов у нас. Но, в общем, если честно, я прихожей довольна. Мы ее заказали не так дорого. Выглядит она неплохо. А то, что там обои не соответствуют, это уже вопрос к нам, а не к мастерам. Уже кое-где обои уже подклеивались. Некоторые спрашивали в комментариях, рвет ли твикс обоя? Никогда не делал. Даже замечания ему делать не нужно. Он сразу понимает. Многие, например, боятся заводить домашних животных из-за таких вот моментов как раз-таки. я не знаю, как других кошек. Но моему твиксу, когда делаешь замечание, что не делай. Он же второй раз там точить ногти не будет. Вот у нас есть ковер. Единственный в квартире один ковер. Он просится сюда, приходит и точит свои ногти на этом ковре. Вообще, я даже не сторонник супер качественных каких-то материалов. Например, покупать... Например, покупать мебель из древесины. Потому что не нужна настолько прочная мебель. Вот пройдет 5 лет, пройдет 7 лет, уже тебе разонравится этот фасончик. 8 лет назад могу перейти в зал стол и стулья. Сейчас они мне абсолютно не нравятся вообще. А тогда мы были в восторге. То есть взгляды тоже меняются. Я сегодня еще иду на вождение. Вчера так получилось, что мне пришлось пропустить. Точнее, учительница отменяла занятия, потому что на улице был дождик, ужасная погода. Я все-таки решила возьму 10 занятий. Сегодня должна заплатить за все 10 наперед. Потому что, когда ты покупаешь 10 занятий, получается намного дешевле. По-любому эти занятия мне будут полезны. Мне нужна практика. И она так круто объясняет. Мне очень нравится, как она объясняет. Не каким-то литературным языком. Вот я еду, она еще правила дорожного движения мне объясняет. Хотя я это все знаю, но я когда прям напряжена и все внимание мое на дороге, я не замечаю вокруг никаких знаков. Она говорит, вот здесь, например, вот такой-то знак стоит. Здесь надо остановиться. Здесь уступи дорогу и так далее. Поэтому я прям с удовольствием на крыльях любви иду на эти занятия. На этом все, мои хорошие. Я наелась, хотя поела совсем чуть-чуть. Мне просто не понравилось, как получилась фермишель. Точнее, она получилась классно. Просто я поздно села снимать видео, поэтому она вся склеилась. Поэтому есть ее я не буду. На этом все. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.